Это мой дедушка, моя мама, мой папа, моя бабушка. Они все были аграриями. Семейный альбом молодоженов Микулич начинается с этих фотографий. Агроном и юрист хозяйства «Экспериментальная база Дашковка. Аграрии в третьем поколении». Шесть лет назад селевик Михаил Микулич, окончив с красным дипломом в Горецкую сельхозакадемию, вернулся на малую родину, чтобы продолжить дело отца, который трудился здесь 20 лет агрономом. А два года назад в социальных сетях познакомился с Анастасией из соседних буйничей. На первом свидании рассказывали про растения, про яблони, подуванчики, подорожники. Это как-то зацепило. Невесту, которая на то время работала в городе, жених переманил в деревню. Здесь сыграли свадьбу. На хрупких плечах жены теперь сразу четыре должности. Юрист, секретарь, идеолог и инженер по охране труда местного хозяйства. Сроки целевого договора у мужа закончились, а вот привязанность к родным полям только окрепла. Считаю, когда приходишь в первый раз в хозяйство или в любую организацию, это чтобы был толковый наставник либо помощник. Я на своей школе, как ни есть, прочувствовал и каждое поле обмерил своими шагами, и каждый гектар, каждый кусочек земли. Знаю, где какая ямка, где какая лощинка. Все знаю. Так что для меня это не в тягость, а наоборот в радость. Проблем с жильем у молодых не было. Семья живет в родительском доме. Зарплаты хватает, чтобы не только делать ремонт, но и откладывать на будущее. Недавно взяли в кредит машину, обновили бытовую технику в доме. Но главный бонус сельской жизни не купишь ни за какие деньги. Все эти прекрасные виды, природа, птицы, поля, нас это вдохновляет. И мы никуда не собираемся уезжать. Будем продолжать род, чтобы они так же работали на полях. Они оба недавно поженились. Они оба счастливые. Они рвутся к земле. А Настя помогает Мише. Миша помогает Насте. И я очень довольна. Будут внучки, и я внучку буду смотреть и им помогать. Под руководством молодого агронома Дашковка в лидерах этой посевной компании. Правда, сейчас агрономические карты слегка спутала погода. Техника буксует, но резервы времени есть. Посесть осталось только кукурузу и картофель. Урожай этого года в руках молодежи. Тем, кто работает, хорошо платят. За рулем трактора самый юный механизатор района Роман Ляхович. Ему 21 год. Он приехал из Витебской области, чтобы как раз заработать. С самого детства я с родителями, с папой, с дедушкой на комбайне, на тракторе. И как бы с детства это привилось. И я работал там. Потом пошел в армию. После армии тоже там поработал немного, в Витебске. Ну, пригласили сюда, в Дашковку. Не отказался, молодой, что терять, ничего не теряю. Пришел, работаю. Хороший коллектив, все нравится. Зарплаты устраивают вполне. Привлечь, увлечь и закрепить. Вопросом, чем удержать молодежь в сельской местности, озадачено каждое второе хозяйство страны. Самый надежный якорь – жилье. Предприятие «Могилевский ленок» строит новый молочно-товарный комплекс на 600 голов. Квартирный вопрос решают не только для буренок, но и специалистов. Мы нуждаемся в специалистах зооветонаправления, животноводы, операторам машинного доения. С таким расчетом мы запланировали, что построим 10 квартир в городе Могилеве. Но проблема кадров лежит не только в материальной плоскости. Работа и крыша над головой – только часть потребностей молодых людей. Современные белорусы хотят больше. Спорт, хобби, путешествия, поход в пиццерию или просто чашка кофе. Да, построить в каждой деревне фудкорт вряд ли получится. Выход нашли в Могилевском районе, где каждые выходные молодым специалистам предлагают программу развлечений. От промышленного туризма до похода в кино. У таких встреч – побочный эффект. За три года – семь браков. На прошлых выходных мы съездили в город Витебск. Эта экскурсия была организована для молодежи сельскохозяйственных организаций. И поездка была оплачена профсоюзным комитетом профсоюза ВПК. Молодежь это принимает на ура, потому что это есть возможность отдохнуть вне своего населенного пункта, вне своей работы. И, конечно же, познакомиться с ребятами из других сфер. В свое время в стране были приняты программы развития села. Десятки небольших населенных пунктов в буквальном смысле получили шанс на возрождение. Так, на карте Беларуси появились агрогородки. Развитая инфраструктура, комфортное жилье. Созданные условия позволили привлечь и закрепить на селе десятки семей, которые готовы работать на земле и растить здесь детей. Предпринятые меры на государственном уровне стали весомой мотивацией, но решение кадрового вопроса в плоскости и самих хозяйств. От этого в том числе зависит экономика сельского хозяйства. Безусловно, отрасли есть чем гордиться, но если не будут решаться проблемные вопросы, то все наши успехи очень быстро сойдут на нет. Наша стратегическая цель – создать высокотехнологичный, прибыльный аграрный сектор. Нам жизненно необходимо максимально реализовать имеющийся потенциал нашего АПК. Разобраться с текущими проблемами, думать о завтрашнем и даже послезавтрашнем дне. Хозяйства продолжают искать ту самую изюминку, что привлечет специалистов в глубинку. Медицина, бытовое обслуживание, культура и спорт – все это влияет на качество жизни человека в целом, делает его жизнь комфортной, дарит вдохновение. Чтобы каждый белорус смог сказать независимо от прописки «Я счастлив здесь». Юлия Мычко, Василий Лосенко, Могилевская область, СТВ.